14 лет на рынке обязательного медицинского страхования. Сагас Мед. На страже вашего здоровья. В городах проблема с медицинскими кадрами стоит не менее острая, чем в селах. Однако они не вошли в федеральную программу «Земский доктор», согласно которой за работу в деревне молодые врачи получают миллион рублей. Тем не менее, ряд муниципальных образований в нашей области самостоятельно пытается решить этот вопрос с помощью местного бюджета или привлекая спонсоров, как это делают, например, в Новотроицке. Город сравнительно небольшой. Население более 100 тысяч человек. Около трети жителей работают на крупных и средних предприятиях. Медицинская служба представлена шестью больницами на полторы тысячи коек. Пять поликлиник оказывают амбулаторную помощь. В системе заняты около двух тысяч медработников. Из них более 500 – врачи. Но их, как и в большинстве муниципальных образований, не хватает. На самом деле проблема, она огромная, и решить мы ее в одном маленьком городе не сможем. Но, тем не менее, совместно с «Уральской сталью» и с «Металл Инвестом» мы уже не только в прошлом году начали работать, мы много об этом говорим, и встречаясь и с работниками «Металл Инвеста». Этот вопрос поднимается на протяжении многих лет, и мы рады, что мы нашли какой-то вариант для того, чтобы решить эту проблему. «Уральская сталь», входящая в холдинг «Металл Инвест», – одно из крупных предприятий Новотроицка. Его руководство постоянно оказывает поддержку в социальной сфере. В прошлом году на 90 миллионов рублей, выделенных предприятием, был проведен ремонт в ряде лечебных учреждений. Приобретена оргтехника, медицинское оборудование, в том числе компьютерный томограф. Мы понимаем, что в тех моногородах, как Новотроицк, Железногорск, завод и город, они между собой не отделим. Потому что практически порядка 25-30 процентов, а то и больше, в городе имеет отношение к предприятию. И от того, как люди будут жить, от того, насколько они будут довольны жизнью, зависит, конечно, и бизнес, и наша работа. Поэтому, несмотря на все проблемы, которые есть и бывают в бизнесе, в рынке, стараемся помогать, участвовать. Здравствуйте. Совместными усилиями муниципалитета и градообразующего предприятия был создан жилой фонд для медработников. Уже пять новотроицких врачей получили квартиры, в их числе онколог, приехавший на работу из другого района. Хорошей поддержкой служат и гранты. В прошлом году по 20 тысяч рублей было выделено 40 врачам. В этом году еще 30 человек стали обладателями таких грантах. На днях еще два доктора не только решили свой жилищный вопрос, но и получили по 500 тысяч рублей. Денис Уланов, врач скорой медицинской помощи, стал новоселом. Ждал я ровно месяц результата. И результатом, вот, доволен. Олег Черняков, хирург первой городской больницы. В выборе будущей профессии нисколько не сомневался. Старший брат поступил, учился в институте медицинском. И вроде как по его стопам больше получается. Ну и, наверное, призвание было, желание такое, что понравилось. Супруга Олега тоже медик. У них уже трое детей. Большая семья нуждалась в собственной квартире. Вопрос с жильем – это, ну, очень сложный вопрос в городах. Можно устроиться в городе на работу, но жилье очень тяжело. То есть была возможность в Оренбурге остаться после ординатуры, но жилищный вопрос просто сдерживал. Теперь Черняковы будут жить в своей квартире и работать в Новотроицке. Олег – перспективный врач. Уже успел освоить несколько сложнейших хирургических технологий и успешно применяет их на практике. Спасибо вам, что вы приехали. Надеемся, что жители вас и наши порадуют. Удачи вам и всего хорошего. В торжественной церемонии приняла участие министр здравоохранения Оренбургской области Тамара Семивеличенко. Она отметила, что социально ответственный бизнес уже приобретает реальные черты, и это очень важно. Та инициатива, которая сегодня проявлена, ну, наверное, по поводу, в результате это образовалась, эта инициатива реализована благодаря настойчивости местных органов самоуправления и городского управления здравоохранения. Именно в этом направлении вот эта социальная инициатива, она сегодня очень значима. Что значит для молодой семьи, да и семьи, будем говорить, не только выпускной, как бы только из института, но и просто молодых людей, у которых есть дети. Что значит получить свою собственную квартиру? Сегодня, обустраиваясь на новом месте, конечно, нужны деньги для того, чтобы иметь достойный просто уровень жизни. Еще один грант в 500 тысяч рублей квартира в Новотроицке ждут своего доктора. Для работы в стационаре требуется терапевт. Я вот очень рада за тех специалистов, которые приехали и будут работать. И очень бы хотелось, чтобы сотрудничество, так замечательно начатое, чтобы оно продолжилось. На будущий год мы, естественно, не будем останавливаться. У нас будет еще программа дополнительная, согласно которой мы будем не только молодых специалистов приглашать с дополнительными бонусами, с квартирами, но и будем учить. Города нужны и средние медработники. О них также думают муниципалитеты предприятия. Уже ведутся переговоры об открытии ведомственного общежития для медиков.